Всем привет! Вы находитесь на канале Собервижн. Сегодня я вам расскажу новости, касающиеся моего жгутиконогого паука Дамона Варригатуса. Если в двух словах, то он полинял, и мне удалось заснять момент поедания им таракана. Именно момент поедания, а не саму охоту, так как заснять саму охоту достаточно проблематично. Это ночной товарищ, поэтому не всегда получается заснять его активность. А в начале выпуска напоминаю про наш конкурс ВК. Конкурс проводим совместно с компанией Дирака. Призы – наши фармикарии и муравьи. Ссылка в описании. Для Фрина я подготовил вот такой террариум. В дополнение к первому оформлению я добавил кокос. Но в кокосе Дамон жить не захотел. Он очень любит цепляться за него и днем находится под ним. Скрывается там от дневного света. Также мне пришлось заменить кокосовые чипсы, которые я положил на дно во время первого оформления, так как тараканы, которых я давал Фрину, прятались в этих кокосовых чипсах. Поэтому в качестве субстрата я насыпал мелкий кокос. Это решило проблему. Теперь все живые существа, которые закидываются в террариум в качестве корма, вынуждены забираться на корягу, где в ночное время их съедает Фрин. Момент самой охоты пока заснять не удалось. Я, конечно, не просиживал ночью возле террариума с камерой в руках. Я пытался заснять охоту после того, как закидывал живой корм пауку. Но все происходило моментально. И где-то за корягой или кокосом Фрин атаковал свою жертву. Мне удалось заснять момент поедания уже пойманного таракана. Кормлю я его пару раз в неделю. Даю небольших туркменских тараканов и сверчков. Причем как живых, так и хорошенько придавленных. Ест он всех. Поэтому миф о том, что такие буки едят только живых насекомых, не подтвердился. Ест он и тех, и тех. При покупке Фрин был после четвертой линки. По оценкам продавца, вот-вот он должен был полинять. Однако это вот-вот длилось около месяца. Через месяц, как-то утром, я увидел вот эту картину. Шкурка лежала под корягой. Прям почти как живой паук. Классная вещь на самом деле. Эта линька помогла избавиться моему питомцу от клещей, которые были на нем во время покупки. Теперь он чистенький. Ждем следующую линьку. Они примерно проходят один раз в месяц, но со временем это происходит все реже и реже. Вообще, зверь для меня очень интересный. Хотя он и сидит весь день за кокосом, и только выглядывает ночью, при приглушенном свете, поведение мне его очень нравится. Достаточно интересно в таких полусумерочных тонах наблюдать, как Фрин аккуратно двигается по террариуму. У него установлена паилка в виде крышки, куда я наливаю воду. Субстрат я опрыскиваю раз в неделю, для поддержания высокой влажности. Ну а на сегодня все. Будем продолжать наблюдать за Дамоном. И по возможности снимать интересные моменты из его жизни. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться. Вступайте в группу ВКонтакте, Инстаграм. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»